Всем привет, Мастер Засворд. Для вас категория кланы. Какой-то пятый тур. Этернити против кулдаунов. Карта Барда. Но комментировать это буду я, Соник Фан, ему напарник чертики Ритик Антон. А за картинку отвечает Мортахердов Миша. Да. Привет, Ваня. Всем привет. Морт с возвращением тебя в стойке, как говорится, ряды. И конечная уже совсем близка. Два раунда останется после этого. Ребятам из группы провести. Они, кстати, помню, сегодня единственные, кто играет. Но имеется в виду, из своей группы, группа Айминцы их играет. Завтра будет вторая играть. Помню, по боям. Что хочется сказать. Ребятам нужны очки. Вот, чтобы дальше двигаться. У них в группе, я не знаю, сменилось ли после субботы. По-моему, там Айминцы так и продолжают лидировать. Айминцы первые, 17 очков, у Этернити 15. Ну, если Этернити сейчас выигрывают, то они себе обеспечивают выход из группы. Так же, как и Айминцы, они играют против Глобал с направлением стейки. Ну, и Джаст Пайсинги тоже самое. А вот у кулдаунов будет проблема, если они проиграют. У них дальше игра против Айминцев и дальше игра против Джаст Пайсингов. Так что у кулдаунов календарю их не позавидуешь, но у нас начало. Представляй состав, кого ты больше хочешь. Давай кулдаунов представим все-таки. Там Лайт Энджел играет у нас вместе Ход Страйдером, Эрором, Флэм Гвардиан, Бакс Банни и Стрелом. Играют они за красную сторону и Смоковод у нас Бакс Банни, как всегда. Что-то зло он залагал или что? Ага, за синий Ходскор в последнем дефе будет. Айлаф Зат Лавс от Дефа на Хантере. Маракас на Хоре с Макисом Гранд Хантера Риэлем в атаке. А Ветис на Васпореле. И Девочка с Каре пока будет заменять Зелонзу. Сальватора не хватает, кстати, в Этернете сильного восповода очень. Ну, наверное, дают набивать раунды, ребята. Да, смотрим, пока что тут есть подъем и Сим Гранд пытается прорваться. Что-то Бакс Банни слишком открывается, но Смоковод успевает дать. В итоге получает еще, но играет, кстати, вон среди 10 матрилицы. Вот, Смоковод ребят из... В Этернете играет без реза, то есть там два полноценных хантера. Я считаю, что на борде, в принципе, Смоковода давать резистик нет смысла. Но, возможно, у нас коллдаун что-то новое придумали. Потому что мы видели и на... Где-то было Парма, где Пингвин, например, проиграли, тоже был резист на смоке стоял. Не, Смоковод сейчас вообще не тащит. Я не знаю, не уверен в тактике, которую придумали кулдауны. Хотя вот сейчас они отлично нажимают дашку на базе противника. Хантер на дань, трезвый, флейми на дашке. Очень перспективная атака. Однако, когда дашь на резца выдается, Марекас на месте, на смоке. Правда, уже улетает на рез, Паррор увозит. И надо добить флейми. Затлавсу обязательно это происходит, но он также уйдет на рез. Думаю, Гострайдер тут не справляется с задачей. Есть передача на Багзбани. Отличная. И не попадает она в Затлавс. В общем, похоже на первую доставку. Флейми дал по-своему. Это неприятно. Он ввязал, кстати, да, с рельсу или нет. Не дает нам, кстати, рельсу между домами проскакивать. Ну, сейчас возможность доставки есть. Марекас будет врываться. А Питис будет машиной врываться. И Марекас может, кстати, вернуть. Смока-то печальная. Смока дайте рельсу кто-нибудь. Там Гранд вернет. Гранд вернет. Черепашечка, да, возврат. И Золонс будет увозить. Какой же Сэм Гранд медленный, но надежный. Золонс тоже, кстати, имеет шансы увезти. Снова он заходит на карту вместо девочки из коррёва. Попадет в Сэм Гранд. Не успевает немного. Обидно. Ну, опасный момент был. Вообще, кулгауна. Ну, там все надо было придержаться. И решили так рискнуть кулгауна. Там хороший увоз был. И, конечно, не сбивали там рельсу ДДшному Хантеру Лавс. Но, тем не менее, они хорошо уходили. А заходили, между прочим, два Хантера полубитые. Если вы вспомните, ребята. Ну да. Тем более, один из них без Реза играет. Там зарешал Лавзатлавс, который добил Багсбани. Багоносца первого. Кстати, Лавзатлавса тогда не дофокусили. Он убил Гострайдер и так остался на сотке жить. В итоге, вот, зарешал своей рельсой. Потом уже и Сэм Гранд подъехал, и Маракос. Смотрите, двойной дроп есть у обоих ребят. Эрор будет за первым. Близится Марикос там контроляет Гвардина. Сливать неплохо. Флэммит, а неплохой. Ильсу-то дал он наперекосяк. И сейчас остается у нас опять Лавз с двойными. То есть, эндетичный заход первому. Слушай, ну интересно. Лавз-замечательную релью на ДАДД. Посмоке выдает его быстро. Убивает. И Золонс уже будет на Дашке ехать в атаку. Вторая Дашка достанется Сэм Гранду. А там Эрор пытается увозить. Но Аллах из Атласа на ДАДД не попадает. Ему забивает Гострайдер или Маракос. Отлично Маракоса добивает. Будет размен, судя по всему. Если сам Гранд все четко сделает. Хотя, слушай, там могут вернуть стрел. Понимают, что пахнет керосином. Уезжают, прячутся. Оскар остается один. Кое-что делает стрел. Просто великолепные рельса. Сейчас Оскар сдаст еще одну, наверное. Передача на Эрор. Я даже не заметил этого парня сверху. Там сливают флагоносца с Лонза. И возврат близится. Потому что Баксбани будет срываться. Посмотри, Баксбани еще жив. Аптеки нету. Только рельса удачная. Есть возврат. И осталось только довести. А вот Аветис опять машины тащит. На месте. Аветис, да. Будет пытаться отвозить. Марикос на ДД. Азлонс по сотке. Влетает кулдаун. И, кстати, не в самом выгодном положении. Если туда пару рельс прилетят, будут у них проблемы. Марикос до сих пор жив. Надо прыгать с Аветису вниз. На Самгранда нитрового. Все четко. Передача. Их вперед. Да, контролируют ребята. Баксбани вновь пытается ворваться один. Ему две рельсы уже выдали. Сзади Марикос. И там, конечно, контроль рельсом идет большой. Оскара заметили. И Флэмми... У Флэмми-то у нас тут вблизи. Здесь вопрос, кстати. Вторую рельсу надо выдать. Ну, Злонс спасает ситуаэйшн. И Оскар два нитровых парня. Злонс и Оскар будут рваться. Хострайдер даст первую рельсу. Обманка не вышла, да. Васт на Васпа. Отлично. Баксбани контролирует. А Лаф из от Лафса рельс. Я думаю, он просит по нему. Там падает Дашка. Собьет. А вот Лафс ошибается. Хотя, ну как сказать, ошибается. Ему Бухарек все равно давал ту рельсу. Надо было того добивать. С Макана две остается. Эрвер там еще. А Ветис ДДшный забивает прицел. Две рели надо выдать. Ой, смотри, Баксбани. Ну как же он так не взял ДДшку? Там можно было забирать у Марикоса ее? Ну, не обнулил все-таки. Главное, чтобы это не стало критическим. Потому что сейчас ДДшка стоит у нас. И Эрор будет, скорее всего, получать урон. Я не плотно стрелил. Баксбани будет пытаться блокировать 7 гранд. А там Марикосу надо срочно дать рельс. Отлично. На нулях остается Марик. 7 гранд врывается. А до сих пор у нас Марикоса живой. Ребята, добейте эту смаковоту. Да. Добили, размен продолжается. Пока что уверенно. 4 минуты. Мы держим флаг. ДД на кемпе падает. Баксбани в продике. На ДД это крайне опасно. Еще и аптека есть. Первую рель он получает. Алаф из Атлафса, я думаю, от аптеки отыграет спокойно. Ну, забирает. Но Баксбани-то ДДшка остается. Еще одна сквозная. Алафс великолепен. Правда, вот сейчас немного застрял. Ну, эта микродуэль продолжится. Выигрывает его Алаф из Атлафс. Превосходно, на самом деле. Переиграет смаку в продике, которая была на ДД. Это дорогого стоит. Хантеру, тем более. Ну, и теперь закрепляется и продолжает терроризировать Баксбани уже с его базы. Баксбани, кстати, умер 15 раз, Маракос 13. При том, что Баксбани играет в продике, он умер больше, чем смака без продики. Это говорит о том, что либо кулдауны не фокусит Маракоса, либо Баксбани максимально открыто играет и подставляется под все рели. Выбирайте свой вариант сами. Ну, Баксбани должен сейчас, конечно, Лавс хотя бы забить. Нет, опять Лавс забивает. Лавс спокойно вообще ездит по базе противника. Только сейчас погибает. А видите, до сих пор у нас стоит в тылах. Я надеюсь, об этом помнит Баксбани. И ох, как его контролят. Два бронированных парня заезжает. Тут, кстати, есть дропчик. Марикосову оставляет своим. Это будет Лавс. Опять-таки у него там тройные целые рельсы. И может он сейчас, в общем, уверенно... Подожди, но оставили звон за один на один на два дашних танка. Лавс, конечно, уехал на ДАДД. Но мог бы он, наверное, и помочь своему тиммейту. Потому что у вас совсем это проблемы. Попадает, благо он. И сбивает. Промахнули два дина. Сейчас было попадать. Но нет. Теперь у Флеймы проблемы. Вот из-за этого у Флеймы вернут 100% флаг. Там фуловый Лавс. Опять же, он великолепно отыгрывает. Ну как же Лавс тащит? Это вернете просто на себе пока? Да, там, кстати, по Симграну выдают кучу рельс. Лавс опять ближай к концу. Багсбанни нужно отвозить, несмотря на то, что... Они не добивают Лавс, да почему? Лавс добиваете. Проскрел сейчас вылетит. Это просто будет конечное. Стрел пытается еще и вернуть. Ну, Ирорк, ты посмотришь, торт сделает. Ирорк, ты, Ирорк, делай проскрелы. Ну, там Оскар еще, правда, Маракаса добил, но это не имело значения, на самом деле, чтобы они были на одну. А Ветис снова будет отвозить с аптекой, целый будет он. Может, даже постоять следовал бы. Ну, нет, везет он флаг. Багсбанни на одну, Страйдер на одну, Стрел тоже. А Ветис аккуратно, потому что Ветис даже не смотрит на этого парня. Он там уходит, и они просто отличены своим флажком, когда он расстреливает. Я просто удивляюсь в этом раунде, почему не трогают Алафа и Затлавса. 24 на 9. При том, что почти все опасные моменты, которые происходили на кайте, делал он. Возвращал, увозил, убивал. Кошмар, конечно. Флалов будет Алафа и Затлавс, кстати, снова. Интересно, вернет ли он в этот раз. И Нитра у него есть. Ирор поедет за Нитрой. Нужно сейчас разобраться с этим большим заходом. Ирор вообще будет брать флаг. Зря, он остается все равно на две рельсы. И теперь нужно посмотреть, в Багсбанни просто мост срочно. Так, а что сделают с Алафа и Затлавсом? Багсбанни убивает, что теперь делать? Надо зажимать справа. Все верно. Ирор даже не на две. Он на одну рельсу. Просто одна рельса. Не попадает, к сожалению, Злонс. Тяжелый был прострел. Факусят бедного Алафса в пятером. Злонс на фуле против шестерых. Все по нему пять-шесть рельс прилетают. Семь-восемь там свои еще пытались. Тридцать на десять заканчивают Алафа и Затлавс. Кулдауны. Ну, как бы, пора бы стрелять. Я еще хочу намекнуть, что Багсбанни умер 23 раза, а Марекас 18. То есть, если бы у Багсбанни не было Продиги, это было бы все 30, а то и 35. Да, парень, конечно, на Хантре своем дроп запылесосил конкретно весь здесь на карте. Да и факт в том, что угол постоянно возле красного флагштока остался прострельным. Часто не добить ее от кулдаунов, мы тоже наблюдали. Слушай, ну, может, все-таки пора сменить эту рельсу с резиста у Багсбанни? Нет, так, эта стратегия работает только за красную сторону. Я так понимаю, что кланы, но я имею в виду, что они играют со смоков Продиги только за красную, за синюю. А, я не понял, что Dark Angel у нас на карте появляется? Я посмотрю, как Этернити будет. Я думаю, что они не будут своего... Нет, я думаю, что Лафиза от Лапс на Хантре спокойно будут играть с Ямой. Не нужна им никакая смока в Продиге, когда есть такой Хантр, в конце концов. Зачем им смока в Продиге? Так, Багсбанни на самом-то деле очень много вставлялся для смоки в Продиге. Дроп он не забирал. Ну, дроп-то в Яме он не брал. Ну, хорошо, ДДшки пару раз забирал, но... Больше-то его особо видно не было. На стих-паузе до 27 минут. Да, мы ждем ее, как видите, решение их технических вопросов. Снимите, что это было не из-за дропа. Да, не, мне кажется, что... Что тебе кажется? Вот, я сейчас не могу представить, что они могут передумать. В общем, Бербардата прошла успешно, в принципе-то они задефили. Причем, не хочется отмечать только Этернити. Вот, кулдауны-то тоже молодцы. Там, возврат смогли оформить. Тут тоже приветствуется. Не, кулдауны вообще ставить могли флаг. Раз уж на то пошло, должны, точнее, были они ставить. Первое, особенно, там, где смока ворвалось. Там и смока, и сема ворвались. Да, вот именно тот флаг кулдауны, по факту, обязаны были доставлять. Если бы спокойно, уверенно сыграли на доставке. Если бы просто подождали команду. Там, по-моему, 4 человека ехали за флагоносцем. Надо бы просто дождаться, и все. А нет. Много раз еще Аветис у нас на вахпите. Отвозил флажок тоже, кто. Надо ответить оба размена. При Аветис поддержке уходили. Да. Ну, за кого болеете, того и поддержите сейчас. В чате, кулдауны или Этернити. Кстати, у оба клана у вас есть возможность смайлик, там, если вы определенный статус имеете тоже. Не забывайте это. Поддержать команду свою. Ваня, как там вообще у нас во второй сетке результаты? Как ты их оцениваешь во второй группе? Там интересный будет. Непонятно. Как ты считаешь? Четвертый клан должен? Третий? Да, там еще с третьим ничего не понятно. С мингвинами еще не ясно. Я тебе говорю, там все могут не выйти точно так же, как и выйти. Там единственное, что огромные проблемы у Террор Фэмили. Террор Фэмили, подожди. Но пока что проблема только в последнем бою была. Не, 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 у них хоть и 13 очков, но, во-первых, у них был до начала турнира дисквалифицирован актуален. Теперь у них дисквалифицирован капитан Рухтоппер. Я знаю, что Краус сказал... Короче, у Террор Фэмили самые большие проблемы из тех, кто претендует на выход из группы. И у них игра завтра с кадетами. Как бы... Ну, с кадетами, да, будет сложновато. Я, кстати, не в курсе, что Краус там покидает. Действительно, да, против Либеронс, когда играли, не было у них возможности вначале игрока добавить. И во время потом у нас кое-кто лагал. Там были технические неполадки. Ну, надеемся, что они как-то переживают этот трудный момент их плановой жизни. Да, ну, сложно. Сложно для них будет. А так, вторая группа интересная. У нас и первая группа любопытная. Но другое дело, что тут, по-моему, 4 фаворита понятны. Хотя у кулдаунов жизнь сложная под конец турнира. А вот, допустим, те, кто борется с кулдаунами за место под солнцем, это глобалсы. Но у них игра против New Star и Blackmagic. В двух играх они в теории могут брать 12 очков. А вот кулдауны не факт, что вообще какие-то очки возьмут в этих трех играх. Конечно, сложная жизнь. Да и у констопов что-то групповый этап не задался. С таким составом они имеют только 9 очков. И игры у них остались не самые легкие. Против пингвинов они завтра будут играть. Сложно им будет. Хотя они попытаются, я думаю. Ну, теперь констопов не только сами от себя зависят, но и от результатов других игр. К сожалению, для них. Сальватор, кстати, приходит. Я так понимаю, кулдауны ждали, пока Этернити получит еще одного своего замечательного васпика. Но у нас фильм может быть по-дружески. А, Этернити, да? Да. Ну, кстати, Сальватор, кстати, очень сильно воспалывает. Я не знаю, мне безумно нравится, как он играет. На ТКВшках он вообще машина. Я надеюсь, что на официалках он такой же уровень игры показывает. Ну, и сейчас будет перезахват. Я все-таки считаю, что на борде синяя сторона слабее, чем красная. И то, что кулдауны не реализовали красную сторону, для меня это видится проблемой. Но вот эта, кстати, дашка ранняя на штоке у кулдаунов, это, кстати, не к добру совершенно. Есть шанс, что Этернити ее приедут, заберут и увезут флаг. Ну, посмотрим. Как ты считаешь, там кто-нибудь еще будет смог сыграть за кулдаун? Ну, и баксбан. Может быть, ты какую-то информацию... Мегакрит. Ну, там есть мегакрит и дарбилд. Я знаю, есть два еще смоковода имеются. Мне баксбан, честно говоря, не очень понравился. Ну, может, просто так вышло, что не пошло у него. Я не знаю, почему дарбилд не играет. Возможно, его просто нет. Потому что дарбилд для меня основной смоковод кулдаунов. Там мегакрит еще потом идет. Проблема в мегакрита, что в танки не играется все. А мне на ткв не всегда приходит. Если бы мегакрит играл бы часто, я думаю, он был основным смоководом. Игра у кулдаунов. Казалось, ДДшку забирает. Ну и посмотрим. Долита уже происходит. Я напомню, что ранняя Дашка будет на базе кулдаунов. И очень любопытно, кто ее заберет. А, Эрор респится прямо на этой Дашке. Круто. Но тогда никаких проблем у кулдаунов не будет. Да, смотрим на сейчас, кто в Дэйфе останется. Я смотрю, что смоковод все-таки у нас остается. Кстати, Эрор должен забрать. Или иначе Сальватор. Ну, Эрор долго не жди, потому что Сальватор дождать тебя не будет. Просто заберет. Врыв тем не менее пытаются сделать. Уже у нас Хантер. Симгрант вообще делитнулся. Интересный момент, что это обман. Дроп падает. Нет, Дашка падает. Дроп, да, я вижу. Да, он еще и респанулся. Вот это, конечно, прикольно, но минус не получилось. От Эрора. Я, кстати, пытался он это сделать. Какие-то элифты тут происходят, мне кажется. Я с Рома на самом деле безумно круто сыграл. Если бы он не долитнулся, его бедошку Эрор спокойно было отжал. Ну, и тут с респом, понятное дело, повезло на самом-то деле. Заходит он в одиночку, выдает одну по смоке. Но, понятное дело, ничего тут не сделать. Да, все от Сальватор, кстати, попытается все-таки отжать. Эрор, конечно, ему сопротивление окажет. Да, но тем не менее, зло он, зло он тоже, кстати, у нас здесь проживает. А вот Dark Angel, нужно обратить на пару внимания. Ходстрайдер тут вместе с ним. Оскар, препятствия. А, Семгрант какой негодяй. Со своей дубежкой? Ну, нет. Ходстрайдер, чуть-чуть подожди, я знаю, а рельса пойдет. Ой, какой обидный минус. Ну, два Хантера стоит, прицельно смотрит на флаг. В курсе термитику. Походу были. Но Лавс читает, читает пока своих противников. Отличный рельеф, дает аптеку Dark Angel и забивает. Пока максимально круто Лавс в дефе отыгрывает. Мне почему-то за ним приятно смотреть. Dark Angel, кстати, Дарит поражал. Я думаю, что заберет он свою дашку все-таки. А вот флейми-то увозит на Нитре и увез. Прыгать надо ему в яму. Не успевает спрыгнуть. Сема спасает просто сейчас Этернити, на самом деле. Если бы он спрыгнул к дашке, и Хантер бы увез, а баксбанни ддшную задейфил. Ну, подставай. Вот, смотри, ты ддшная смока. Ты подставляешься под сотку. Тебя в итоге стреляет вся команда Этернити, плюс еще злонцы с двойных домов. А еще твою дашку теперь забирают. Ну, баксбанни тут явно спалаховал. К сожалению, для его команды. Да, ты смотри, Морикос-то заходит. Морикос как? Ну, на флейми он пытается опять отвлечь на себя внимание. И вроде как удачно, вроде как и нет. Все-таки слил, но по УХП, а почему здесь? Что тут делает ход страйк? Ход страйк. Давай в атаку ездь. Не надо отвлекаться долго на флейми. На флейми, говорю, Морикоса. В общем, есть у нас заход. Всем гранат с двойными. Он будет здесь попробовать дробь, наверное, собирать. У него, в принципе, прекрасно это получается. Сема-1. Ему помощь нужна от двух Васпиков. Ну что, он заходит в одиночку. Его разбирает три танка. Просто не дают ничего сделать. Злон за Сальватору не хватает. Его помощь. Там война в яме за Дашку. И Лавс на этот раз ее забирает. И теперь, кстати, будет скоро выпадать Аптека. Я думаю, Лавс про нее прекрасно знает. И потом еще до АДД будет от Дарк Энджела выпадать. А Этернити делает в это время атаку. Отличный зажим права. Сам грант на Нитре. Правда, Бакс Бани на одну остается. Убивает. И Лавс убивает Бакс Бани. Спасает просто этот Увоз. Господи, как много работы он делает. Ну, злон, злон. Смотри, злон с отвез-то. Злон прекрасно себя чувствует. Морякос сэвид ДДш на им. И, конечно, тут всем гранду. Я думаю, что все под силу, под суппорте своих. И дозвезд до возраста все-таки делают Этернити. Прекрасный первый флаг. Есть 1-0 Этернити ставится. ДДшку, Сальватор, можно забрать. Ну, прекрасно скользить по минусу. Ох, Стрел контролит, конечно, этот проем. И сейчас влетит ему привет. Ну, конечно, она разрешала своей рельсой в этом Увозе конкретном. Молодец. Дашка падает на синебазе. Сема вряд ли за ней поедет. Там через секунд 15 будет его выпадать. Не попадает в баксбанни Сальватор. А вот на этот раз Марекас помогает. И быстро баксбанни ДДшного убивают. Но, кстати, Сема может ошибается. Сейчас он поехал за аптекой. И в итоге Эррор близок к тому, чтобы его Дашку забрать. Марекас отличный прыжок. Дроп забирает. Лапс в дэфе выдает снова по баксбанни ДДшного. Баксбанни это круто, что он в яме забирает ДД. Но у его команды Флаку вывозят. Это делает три танка. А где деф? Прострелки эти былы. И Марекас сейчас будет сбивать остальные рельсы. А Сальватор на одну не остался. Потому что сумаки достаточно не было выдано. Семгран перехват. И, кстати, столько нейтропосорей. На базе Тернити лежит. Но они не нужны Семгранду. Он и так на сухую доедет. Баксбанни, кстати, спешит. В принципе-то, да. Но вообще баксбанни надо убить. Однозначно. Да, Баксбанни нужно гасить. Он пол хп снял. То есть там одна рельса остается. Но Dark Angel не пускает гордый Оскар. Это Хост Райдер. Но еще и Лавс Лавс, если что, подстрахуют. Стоит флаг 2.0. В общем, полетели флажки в сторону красной базы. У нас пол раунда держались. Ребята из подыменного клана. Ну, кулзан и совсем ничего не получается. На самом деле. Ну, к Марекасу и ДДДш на 7 грани ждет свою броню. Либо просто заход остальных. Я думаю, что у него все получится. Лавс собирает дро. Пока не драуна. Только она, кажется, присутствует. Тем не менее, ему все равно этого достаточно. ДДш на Dark Angel. Во-первых, атаки нет. У кулдаунов совершенно нет никакой атаки. Dark Angel в одиночку постоянно пытается заходить. Ему бы хоть кто-то помогал. Хоть разочек вместе. Опять же, командный заход. В 2-3 танка. Dark Angel просто едет и умирает. Показать. Ну, вот сейчас может быть что-то, но... Два Васпика остаются на 3-х танках. Плюс еще аптечка для Лапса. Лапса падает. Эррор, правда, вот едет в сотке на аптеку. Ну, точнее, на Дашку с Эмграна. Даже Лапс пытался аптеку забирать. Эррор, ну сместись на аптеку. Ты шо, аптеку Сёме отдашь, что ли? Ты шо? Вам повезло. Повезло. И то, если бы Dark Angel эту релью не выдал, то аптека бы вообще с Сёме ушла. Да, я согласен с тобой. Там, конечно, глупо получилось. Но Лапс, смотри, перемещается на свою базу. Dark Angel не пускает вообще сюда проехать, чтобы не дать ему шансов для доставки. Попробовать к ним довести. Продолжается у нас агрессивная борьба. Блокирует. Вот нету помощи, чтобы убить Марекаса. Но Dark Angel сам справляется. На последних секундах ДДшку убивает смоковода. За Флэйми не трогал. Быть может, это шанс на один флажок. Нет, Dark Angel добивает. Флэйми, конечно, стоит. Но Оскар... Подожди, Оскар попал. Оскар, Оскар. Как будто мышка была. Точно, я тебе говорю. Такой же отворот идёт. Там Флэйми сбил на себя. Но Оскар хотел Гострайдера убить. Флэйми выдал. Сбил на себя релью. Не пошло. Много. А Сальваторта с Злондом на парочку пытаются вывести. Бакс Банни, конечно, бьёт. Но Марекас, возможно, поможет им. Да, сбивает ему траекторию. Неприятно делает. И Смока погибает. А Злонс на одну рельсу всё равно остаётся после ударов. Перехват. Сальватор. Лапс контролит. Dark Angel опять у нас на двойной дропе будет здесь рваться. А Оскар контролит и этот проём не попадает. Ну, слушай, ну это не доставка точно, потому что Dark Angel Dash, и нельзя спешить сейчас с Лонжен Адеррера добивать. Dark Angel решил, говорит, я верну парня, ждите Hunter, разберу. Да, вдруг. Да, друг, верни. Зачем? Зачем ты это делаешь? Ну... Бакс Банни, конечно, засейвить-то мог, но слишком поздно. А Марекас и четвёртый флаг уже отводит. Да, и тут кулдауны посыпались, конечно. Ну, у кулдаунов не видно хорошие атаки. Да, реально... Реально не хватает атаки. Это печально. Нету какой-то сыгранности у Dark Angel с The Flame и Ghost Rider. Они постоянно не вместе едут. Из-за этого очень часто Dark Angel страдает, его просто убивают, и только потом приезжают васпики, которые, ну, ничего уже сами сделать не могут. А с базы синей команды по КД просто флаги уходят, конвейерам. Ну да, они больше через левый фланг свой работают, правый вообще почти никто не контролирует сейчас. И Flame, конечно, подхватит. Вопрос... Какая реальность Альвадора с дефа кулдаунов прилетает по атакёру. Не, стреляют в Тернице, и круто. Сейчас Dark Angel встанет, но это будет уже четвёртый флаг скоро. Хотя Эррор едет по сотке. Его и со своей базы стреляют, и Лавс ещё попадает по нему. Оскар ДДшник. Ну, спокойно, фокусят. Только умер Бак из Бани. 25 раз, 80 очков. Хумер и Касумер, 14. 26 уже. Чувствуется отсутствие резиста, назовем это так, да? Так, когда у нас резист, у нас три умер. Да, ну, тогда хотя бы равный счёт был, понимаешь? Теперь без резиста, то есть, минус-минус игрок. Так, прям скопились Этернице на своей базе. 4-0 всё-таки сделали, и видишь, Барда ушла к ним в копилочку. Ну, сегодня раунд хотя бы в ничью задефили. Сложный момент с открытой базой был. Тем не менее, тем не менее. Тем не менее. Сейчас у нас будет карта Парма, да, или нет? Парма, да, вроде как Парма должна быть. Но если так пойдёт, то на Парме это вообще кошмар будет. В теории. Но мы посмотрим, конечно. Может, я ошибаюсь? Вообще, Эррор, я, конечно, не следил особо за тем, как и что происходило в дефе у кулдаунах. Но я постоянно видел, что Эррор свою дашку забирал, и Эррор постоянно на дашке ехал отжимать дашку Сём. Правда, вот тот один момент, когда он в аптеку должен был отдавать в ферме там Спас Дарк Энджел, это, конечно, печально. Какого-то командного взаимодействия у кулграунов, как по мне, не хватает. Здесь сверху посмотреть. Сыгранности, что ли? Как-то всё не слажено. Не знаю, с чем это связано. Я не знаю. Вот, кстати, насчёт Пармы я бы подумал, кого поставить, всё-таки Смаку ДДшную. Нет, ну Смаку в Продигу на Парму ставить вообще нельзя. Ну, это минус игрок. Ты на Парме используешь, допустим, кто-то использует Васпика в Продиге, он хотя бы атакует. Хантер, допустим, он держит 4 рели, он танкует. Но Смаку фокусят... Вот как мне в Старселии объясняли, почему на Смаку не надо одевать Продигу? На Парме? На Парме, да. Фокус по Смаке идёт и так, и так на Парме. То есть Смака и так, и так на Парме умирает 30 плюс раз у нормального коллектива. Ты на неё ещё одеваешь Продигу, она всё равно умрёт у тебя те же самые 30 раз. Получается, ты Продигу отдаёшь на корпус, который и так в фокусе, его будет ещё втройне фокусить, и по итогу у тебя просто нет Смаки на Парме. Например, мы можем только взять Готика, который играл у нас на Смаке. Ну а что? Ну а Готик... Он играет хорошо на Смаке, зачем этому человеку ещё и Резист? Если он так играет хорошо, он не будет, так сказать, флажки с вашим Резистом. Ну и чего одевать на Парме Смаку? Ну, конечно. Продигу, поэтому да. В конце концов, Смака для чего нужна? Чтобы она сбивала рельсы. Если Смака сбивает рельсы, значит, в неё рельсы не попадают. Соответственно, зачем ей Продигу? Да, Продигу на Смаку одевают у нас в карте Форест. Это явно пример, явно всем доказано, что там Смака слишком часто выступает в контактном бою. Ей нужно просто необходимо эти резисты, потому что там она отжимает вечно дроп, и как раз-таки там она ещё может как-то с флажком попытаться побороться, с Увозом хотя бы, да? Ну, тут чаще, скорее, ставится резист, потому что слишком контактная карта. Плоскость и базы пересекаются очень близко. Поэтому там резист нужно на Смаку одевать. Ну и карты, ну, не надо. Но иногда я ещё видел, кстати, на Кунгури кунгуром одевают. Но это очень редко. Вань. На Кунгури я... На парсе уже. Особо не видел я. Я видел. На Кунгури? Ванька, ну, давай мы будем честны. До уровня Holy Hero и My Life Maru за времён Star Series у нас маг минимально, кто дотягивает, это Готик. И то с трудом. А ты человека по указывал, что ли? Я думаю, что... Да не, не, какой человек был. Я думаю, что в этом плане не стоит вспоминать, какие там смоководы играли. Никакие люди. Я просто поделился теорией, что на Смаку Продигу на парме одевать бессмысленно. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Бакс Бань, я так понимаю, дальше будет играть на Смаке. Он, возможно, неплохо отыгрывает. Просто очень много подрельс подставляется. Значит, выбирать немного неправильную позиционку. Совсем чуть-чуть. Законтролировали. Всё у них в порядке. Да. Перезаход уже был, да? Был перезаход, уже сейчас будет начинаться третий раунд. Я напомню, что уже Этернити забрали 3 очка. У кулдаунов пока ноль. И дальше игры не будут легче у них в групповом. Надо брать хотя бы одно. Потому что если сравнивать игры с Глобалст, то у Глобалст в принципе игры против слабых соперников остались, которые уже не претендуют ни на что. И у кулдаунов возникают серьёзные проблемы. Итак, давай по составу. Ну, Эррор одевает Васпик в Продиге. Стрел будет на Хорьке. Дарк Энджел на Хантере. Гострайдер на Васпике. Бакс Банье на Смаке. Лайт Энджел на Хори Реле. Очень интересно. Кстати, что Эррор сажают сначала на Хантера, а потом на Васпик. Смотри, Лайт Энджел попытается зайти. Лавс, конечно, контролирует весь проезд. Ой, какой сбитие-переклеп на Хорстрайдера сделал? На Хорстрайдера сделал у нас Морикос. Пытаюсь разобрать, они там. Хантера контролируют пока что левую дроп, а не левую водокачку, да? И дроп, конечно, попытается Дарк Энджел взять, но у него на 2 эльсы. Поэтому вариантов нету много. Видим, как на 1 эльсе все остаются. Прострел пошел. Дарк Энджел выкручивает эти ручки всем. И попробуем сейчас забрать эльсу. Хорошо, Злонс остается на 1. И добивает, и Авети заберет фулл. Эх, какая печаль, конечно, от кулдаунов. Ну, Дарк Энджел в Дейфе, на самом-то деле, Авети с Дашей, это не самая большая проблема. Злонс не попал по флагоносцу. Вот это, кстати, было не очень хорошо от него. Еще раз не попадает, остается на 2. Смока начинает его фокусить, Дашка падает на респах. Хотя вот теперь Авети уже становится небольшой проблемой. Дарк Энджел, хотя, отыгрывает от аптеки. Авети решает ехать, танковать. Выдается раз-два реля. Будет ли возврат? Пока нет. Эррор в Продиге. Одну релю надо выдать, и лапса вернет. Никто лапса не видит, вы будет рельса? Нету. Слушай, это очень похоже на доставку. Там Сальватору в минусе. Да, ну подожди, Хострайдер, Морикоса сбивает, прострелы и сыпется просто как пирожки, и бакс банни ставит. И вот кулдауны, наконец-то, флажок хоть привезли за 3 раунда. Ну ладно, ну просто спорное для меня решение от Аветица ехать возвращать, когда он мог увозить. Это немного странно. Какой? Вот сейчас, конечно, было уникально просто. Телл у нас, напомню, на Стрел. Сальватору ему дают рельсу, в то время как Стрел целится. В итоге Злонз там тоже целился, Стрел сбивает Злонзу, но все равно погибает от рельса Лонзу. Там просто тройнушка там была. Треугольник замкнулся, но все равно рельса попала. Уникальный, конечно, случай. Это желаю всем пересмотреть на минутку назад. Есть у нас Злонз, который играет в 3-й смотри, я еще раз напоминаю, поэтому его контролюру тоже ребята. И Аветис, который играет у нас на Хантере. У Оскара, кстати, может быть проблемы. Прилетает отличная рель, а вот Гострайдер или Лайт Энджела точно я не увидел. Эрр убивает Смоку и на 2 рельсу увозит. Уже флаг нету по нему рельса, нитровый Васпик. Оскар респится хорошо и добивает все-таки он был на одну. Маркас выдал, видимо, Смоке по ситуации. Вот Злонз это будет увозить. Я думаю, 2 рельсы тут точно не прилетит. По Смоке он выдает. Смоку сразу убивает Оскар моментально. И Хантер на Дани Тре. Слушай, ну а теперь попробую отфокусить этого Ветиса, который будет ехать на 7 рельс. Пока ни одно не прилетело. Только Баксбани есть. А, у кулдауна просто все на рельсе, поэтому нет ни одной рельсы, понимаю. Но это будет доставка ответная, судя по всему. Баксбани, я думаю, тут будет. Да, там слишком много рельсов надо было. Хотя Ветису уже распаковали конкретно. Оставалось только одна рельса из Смока. Все равно они поставили. Вот, с полиспавом. Я Бани Три хотел броню. Было бы забавно. Потом увидел Эррора и тормознул. Уехал обратно-назад. Интересный, конечно, момент. Но смотрим, пытаются ребята из кулдауна зайти. Вертушка там проворачивается. Эррор на одну все равно. А Лапса сольет, клеит Дарк Энджел. Слевает, подхват осторожный. Оскар контролирует этот процесс. Тем не менее, Ветис все равно отвозит флак. Верт Энджел выходит, заходит за Флейми Гвардиан. Эрор на одну рель у нас. Бакс Бани на одну. Вообще у кулдаунов проблемы. Злонс. Оскар два ДДшных танка снизу. Сальватору надо, наверное, бросать. Ехать, пытаться возвращать этот флаг. Само опасно. Если Сальватору сейчас Дарк Энджел не сольет, то скрыться никто не сможет от него. Ну, раз рель улучшает Дарк Энджел, а Ветис разрядился, теперь он может убить Сальватору спокойно. Хорошо, сбивают, а Ветис гасит. Но Дарк Энджел до сих пор не выреныривает. Это, кстати, я не знаю, так опасно вообще стоять в этом месте. Но Марако там выдал рель по Маракосу. Сальватору там тоже на одну. Маракоса убивает, за Флейми его вблизи, кончик возврата. Я думаю, даже что вернет. Отлично. И теперь Дарк Энджел может спокойно ехать вперед. Дашка падает. Нет, зачем он поехал на центр за метрой? Что за безумие? Он забыл, что у него флаг? Ну, почему? За Птекли поехал, нормально все. Он от рельс еще идет. Не, мне нравится траектория, вполне себе нормальная. Он такой, типа, я соеву, вы парень, я везу по как хочу, да? Я не знаю, кстати, этот момент. Вот Сальватор говорит, я сейчас тоже по центру проеду. Ну что? Надо сбивать стрелу. А Лапезотлав превосходно отыгрывает. И Сальватор его защищает. Но это... Я не думаю, что это было... Ну, спорно, спорно. Мог себе это позволить. Ну, вот Злонс тоже может тебе позволить. Стрел там круто, башка. Ой, превосходно переигрывает The Flame. И Злонс уже увозит. Отлично рель еще и по смоке прилетает. Убивает сразу смоку. Эрр, казалось бы, Дашка, но... Сальватор забрал Сальватору со стрела сверху, снял неплохо. Надо забить еще Сальватору. Так, а вот Аветиса кто-нибудь слил. Хорошая сбития Баксбани. Вбивать из Лондона не получается. Стрел жив. И Баксбани сливают. Флаг на теории грани просто доставки. Таркэнджел там жив. Сальватор... Он пасет просто флаг. Нет, Аветис в Респице. Что за гадки у Респице, да, мне кажется? Превосходно просто. Даркэнджел, конечно, да. Аркэнджел, он жив. Можно съездить, свернуть. Или он будет до конца отстоять, Респице. Ну... Ждет своих. Надо... Нет, Аркэнджел выезжать нельзя. Надо... А, Ветис снова дождался. Ветис большой. Брат приехал, да. Правда, все равно. Даркэнджел может свернуть. Одну рельбу выдали. Риск, Аркэнджел все-таки сыгрался. Просто выдержка на максимум от Аркэнджела. Я не знаю, он там, конечно, сидел. Но я не знаю, секунд 30 точно он сидел на водокачке. Выжидал этих парней под прострелы. Двойной дров падает на Респа, кстати. Аветис уехал. И эррор нитровый. Не попадает по Оскару. Это ошибка, кстати. Оскар теперь его добьет спокойно и вернет флаг. А так мог бы и увозить. Но и Аветис пытается отвести стрелу, конечно, на две. А что стрел сделал? Морикосу хотел бы убить с вертуха. Ну, это понятно. Если бы ему сейчас релье прилетело бы от Оскара или Лавса, то ты был бы у вас. Опасно, между прочим. Сыграл стрел. Баксбани не трогаю. Это тоже не менее опасно. Ей это на флаг. Будет сбивать. Будет пытаться увозить. По Аветису, кстати, много рельс прилетело. Нет. Паркурим в Баксбани и визаут, конечно, дать рельсу. Стрел слишком далеко. И поэтому флаг вернется на базу. А вот не хватает дропа, ребят. Да? Чуть-чуть совсем не хватает дропа. Чтобы Аветису, который хотел бы на дропе зайти. Но его сливают. И, блин, Флэйми сейчас в минусе заберет у нас ДДшку. К сожалению, да. Тарк Энджел у нас ее уже не забирает. Левый врыв. Два Васпика. Эррор на двоих. Взрываем, что один из них на три рельсы. На две. Злонас превосходно переигрывает. ДДшка для него. Убивает он одного. Будет убивать, наверное, стрела. Эррор на спецопдейфе. Очень неудачно для Оскара. Пока что да. Пока что ЗДшок на левой карте очень много от Этернити. Морикос из Лонс. Оба на одну. Тем не менее, Аветис еще жив. Добивает сейчас ДДшку. Дроп сейчас будет падать. Буквально секунд десять. Я думаю, что дроп мы уже увидим на карте. Нужно его брать. Дарканджел, наверное, знаешь, как всем гранатом раунде. Надо делитнуть сейчас. А Дарканджел ни разу Дашку свою не забирал. Он на хард играет. Хардовый пацан. Он играет на минималках. Ну, я так понимаю, что Дашка у кулдауна должна доставаться в Аспику. Кстати, Аветис забивает за Флейми. Вторая рельса для суппорта прилетает. Третья, четвертая прилетает. Убивает последних дейферов. Помог с Банни. Моментальный фокус. Боже, как помогают. Там Ветису на Хантере. Эррору еще выдает превосходную релью. Вообще-то все Этернити в дефе. Флейми надо смотреть вниз. Флейми вообще выходит у нас. Что за подстава? Аветис везет. Флейми мог зарешать этот момент, но Флейми погибает. Куда Флейми вышел вообще? Да. Почему куда? В пятеро? Не знаю. Пока что. Аветис просто на Дашке респит, захватит. Кто это за читы? Я не знаю. Аветис, машина ты или просто лакерный парень? Но, тем не менее, Эррор еще жив. Ну, Дарк Энджел опять на свою тушку хочет все убить. Переворачиваю, Дарк Энджел. Дарк Энджел влетает. Рель сбивает. Злон, Зои, Возврат. Эх, ну я все равно выхода за Флейми не понял, Малеха. Ну, да, ладно. Он мог нормально отыграть там. Моряковский пробежался по респам, то он же небольшой дроп собрал у ребят из кулдаунов. В общем, первый раунд ничейный. В общем, траектория по борде ощущаем. Вот такой же. Такой баксбанни больнее еще стало гораздо. Тридцать два раза ушел. Ну, ты же говорил, стандарт тридцать раз. В общем, он соответствует ему стандарту. Стандартно, да. Моряков 21 умер. То есть, Моряков сейчас ниже планочки. Не Моряков ниже планочки, а кулдауны не достреливают все-таки. Вот Этернити как раз норму смерти смоковода выполняет. Тридцать два раза как раз то, что надо. Хотя баксбанни все равно набрал 228 очков. И единственное, что... Ну, ладно. Ты про саму цифру хочешь поговорить? Да нет. Тут просто, что... Не видно, что... Но он ДДшку не часто забирал. Я, по-моему, на ДДшке его честно ни разу не заметил. Возможно, была ДДшка. Видно, что баксбанни не думает, что это основная смоковода кулдауна. Хотя, кто его знает. Я просто... Есть же... Есть посильня смоковода. Вот жалко, что Дорбил да нет. У нас на этой неделе кулдауна достаточно будет. Мы, я думаю, узнаем, кто же из них все-таки смоковод получше. Да, ну... У кулдаунов такая ситуация, поэтому их много. У глобалсов, которые их конкуренты в борьбе за четвертую путевку, у них игры против Ньюстаров, как я уже говорил, Blackmagic. Там глобалсы обязаны брать 12 очков. Ничего им не должно помешать это сделать. А вот у кулдаунов игра против Этернити, следующая против Найтсов, а потом против Джерас Пассингов. И попробуют их взять очки. Как бы это максимальная проверка на прочность. Где-то кулдауны не добрали. Вот, например, в матче с Кармой, которым они проиграли, Если бы они там брали 6 очков, у них бы уже проблем не было. На секундочку. Но что-то не пошло. Так, да. Завтра мы еще кучу боев посмотрим. Ребята, завтра из второй группы сыграют. Все-все-все сыграют, в том числе и Ваня. Ваня, ты готов к Климеренсу? Климеренсу? Наверное. Команда? Команда готова. Ну, а Этернити вместе с кулдауном начинают второй раунд на парме. Опы, кстати, прекрасный просто. Прям как под Оветис, но Оветис не красная база. Да жареет, Оветис. Оветис вышел, все, мы заходим вместо него. Но Дарк Энджел не доезжает, к сожалению, до Дашки. Быстро его распили и говорят, подожди, сейчас не трава пойдет, зачем тебе брать? Вообще, вот заметьте, вот если сейчас нажать на тап, все кулдауны уже отправились на раунд по одному разу. Так, Дарк Энджел уже второй раз уехал. Да, а Этернити, Этернити некоторые, ну как некоторые, только два человека. То есть, это вопрос к фокусу коллективов и кто... Дарк Энджел уже еще раз улетел на рез. Мне кажется, это принципиальный там какой-то договорняк, что Дарк Энджел улетает на Хантере первый. Но Визаут стоит неплохо. Скажем так, Лайт Энджел ворвется, конечно, на Визаута. Манка не получилась. Ну и Рор еще жив, правда, без брони на двери лице. Дарк Энджел просто стоит на аптеке. Баг Сальватор просто со спины подъезжает к Дарк Энджелу, аптечку забирает. Боже, хватит его троллить. Что они делают? Прекрасно Оскару разбивает. Оскару надо добивать. Он на нулях. Ну как вы Оскар-то не загасили? Ну что за прощание с Сальватором сейчас будет? Или Оскаром? Кто-то из этих двоих все равно вернут. Плажок, а парни несутся, флаг-то поставить? Да, Злон сьедет. Мне, по-моему, жалко очень Дарк Энджелу. Слезы наворачиваются. Но я надеюсь, что в дальнейшем все успокоится. Баг Сбанник стоит ДДшный. На одну релю. Стрел тоже ДДшный. Также на одну яме сидит. Надо их убивать срочно, если Этернити хотят достать. Вообще-то все кулдауны на одну. Да, Дарк Энджелу просто зажимают в угол. И оттуда ему пути назад нет. Да, вообще некому вернуть. Дарк Энджелу нужно где-то респонс просто на базе, чтобы Сальватору не дает. Но там, мне кажется, все-таки доставка должна быть слишком близко. Не находится. ДДшки нету у ребят. Эрор в милости вообще падает. Последняя надежда команды. И Симган поставит. Вот так распаковали кулдауны. У тебя. Да, здесь, конечно, попадание тьма просто. И сейчас Сальватору божественно просто дают рельсу парсмаководу. Прогиб засчитан. И да. Отвоз был просто. Если кто-то вернется, посмотрит, как кулдауна у нас увозили. Отвоз был шикарный. Там Оскара обманули дважды или трижды. Но в итоге в два корпуса они просто не попали по нулевому Оскару. Это был у нас... Сил мне вспомнить. Это был Эрор и Хострайдер, по-моему. И они вдвоем не смогли попасть... Чем играет на ВАСПах. То есть раскачка-то лучше. Впречешься у Оскара. Вот так вот они ехали и не смогли, к сожалению. Ведь всем грант может сейчас потереть броню. Если Лайт Энджел ровет, или ТРУ может забрать. Немой не Лайт Энджел забирает. Лайт Энджел превосходно отыгрывает. На Дании 3 он едет. Дарк Энджел пытается слить злонзу. Остается он на 1. Там дальше есть аптека. Надо как-нибудь сбить Семе. Но 3 релью мимо. И Сема убивает до аптеки. Остается он еще. Выдает сквозную релью по Эрору. Будет Марго сбивать аптеку. Отлично. На 1 релью остается Эрор. Попадать надо Сема. Превосходно. В минус кидают Гострайдера. Возврат. Здорово. А Зволь Сальватор возит. Смотри, ни разу вообще не рельнутый. Он парень тащит. Без резиста от релью. И на ней 3 просто по всей божественной штуке. Куда у них не атакаются? А как кто будет реализовать, если кулдаунов не атакаются? Ну, контроль, треспи, тырнете все на респах. Дарк Энджел, конечно, знал рельсу. Но всем гранд нужно дать 4. А от Дарк Энджела просто самокой разбивает. Да. Да, Маркас отлично отыгрывает. Никто по Маркасу не стреляет. Что по мне? Отлично отыгрывает 2-0. Я опять же, по поводу Макс Холлоуэй. Я имел ввиду, что там начало раунда было. Там все кулдауны умерли по 2 раза. А Этернити по 1. То есть Этернити нажали только дарит. А кулдауны в этот момент успели уже отправиться на леспи от рельс. Да даже сейчас, если нажать на таб, то все понятно на этой фарме. И выпускают Валеру. Лебронщика выпускают на смойке вместо Маркаса. Ну, Дарк Энджел попытается это вернуть. Хотя 2-0 счет. И на их результат хочется надеяться лучше. Ну, 2-0 счет. Там Бакс Банни за 5 минут уже 16 раз на леспе. Бедняга. Он стремится к 30. Эррор попытается ввести. Там 4 игроков. Прострел. И знаешь, что еще главное, что мы всегда говорим, но не уточняем. Прострелов на кулдаунов делают тьму. То есть они очень часто подставляются под 2 корпуса. Если не 3, ну 2 скорее всего. Это прям очень часто заметно. Это нельзя отрицать. Дарк Энджел, конечно, сейчас весь тело греки едет. Но броня-то скоро закончится. Поэтому в четверо. В четверо, ребят. Тут надо увозить. Как бы столько парней-то зашло. Вот так. Нет, ну Эррор. Вот команда кулдаун отличается умом и сообразительностью ехать по открытым пространствам. Террактура опять уходит на двойном дропе. Дарк Энджел пытается медленно, как он умеет, потихонечку увозить. Прострелов на Эррор может вернуть. Я думаю, должен сделать. Ну да, берет про Оскар. Ну, во-первых, да. А во-вторых, еще кулдауны могут камбэкнуть. Почему нет? Два флага всего надо привести. Правда, по Валере пока не могут попасть. Но вроде как все нормально. Все под контролем у них. Злонс при спам. Надо выдать по нему 3 рели. Я даун в продиге. Сальватор ТДшный. По Злонсу, благо, попали. Все хорошо. Ну, 4 минуты, два флага надо кулдауном стоять. Хотя бы одно очко взять в этом матче было бы неплохо. Багзбанье, это вообще-то, в интернете проблемы вообще-то окружают Сему. Нитровый Эррор, надо, конечно, респы добивать. Отлично рельса от Гострайдера, но это 2-1. Хотя, если дадут по Дарк Энджелу какую-нибудь релью... Да, ты посмотри, что я какой-то 2-1, что-то я это поспешил. Вот это фокус, что за фокус? Да. Пахнул ситуацию, схлаживаешь, у ребят тут. Понял. Тотерните, шутки, помощи. Да, ты зря на них наговариваешь. Есть 7 грант, которые у нас заберут... Вот сейчас он Дарк Энджелу вернут точно. Я вот прям 100% наградую. Он даже не видел Сальватору, чтобы ты понимал. Ну да, Сальватору не было видно, я согласен. Он вообще с невидимкой на Нитре всегда не вносит. Париспам. Да, Париспам проехал, и как бы никто в полете даже не обратил внимания. Злон сделал там манку, 1-2 и есть доставка. 3-0, ну почему это уже потеря точная, мне кажется. Нет, 3-0, да, 3-0 уже не отыгрывается. Я, конечно, в шоке, какой фокус дает Этернити. Я не ожидал, что Этернити на этом модсе будет настолько хорошей, потому что начиналось все для них, ну, не очень сильной игрой, по правде говоря. Но, видишь, ближе к середине, к концу группового этапа, Этернити уже нащупали свою игру и показывают превосходный уровень. Вообще-то, это очень сильная игра. Этернити реально молодцы. У них есть задел и на сетапы, и они показывают в лайте отличную игру. Это прям радует глаз. Ну и какой там будет следующий хардовый турнир? Ладно, я не знаю. Сейчас вот Симгранда еще попытается отвезти на 3 рельсы. Он сейчас остается. Прострел на стрелу, все успевает ответку дать. Дарк Анжел его преследует. Злонс готовит ДДшную рельсу по кому-нибудь. Я думаю, по аэрору все-таки пойдет. Бакс Банни ДДшна стоит, но тем не менее все равно Дарк Анжел в помощи не нуждается. Он должен вернуть, хотя Злонс попытался обманку сделать. И дать ДДшку, но нет. Неплохо сбивать 7 грандов. Бакс Банни остается жив. И последний, конечно, в духе Лайт Анжел там еще в атаке делает. И Бакс Банни живой, живой, всех живее. Но ДДшка его здесь никого не спасет. Все Этернити на респе были. По кому он стрелял? Там же прострела нету в той позиции. Ну, вот я не знаю. Вот эти моменты, когда одни Этернити на кальсе, это, конечно, выглядит просто интересно очень. Потому что бывают такие промежутки времени, когда всех кулдаунов отправляют на респе, только Этернити. Синие игроки катаются по парме. Выглядит это, конечно, мега круто. Сверху, по крайней мере. Я не знаю, показывает ли вам оператор эту картинку. Вряд ли. Кстати, похожий счет, что было и на борде во втором раунде. Первый нещетный тоже был, а во втором Этернити и шансов не оставили кулдауном. При том, что кулдауны могли выигрывать первый раунд на борде, я считаю, очень обидно, что у них там не сложилось. Вот реально. Доставку сделали, 4-0. В общем, счет напоминает счет Redire. То есть ничего не поменялось. Первый ничья, второй раунд 4-0. Неплохая игра. Да, и... То, 6 очков забрали себе в копилку Этернити, а мы для вас ключ там на экране вывели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!